Осенью 2011 года были совершены эти дерзкие вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов. С начала 1 сентября был обстрелян наряд ДПС в Тавропольском крае. Позже, 28 октября, при попытке остановить автомашину ВАЗ-2114, по сотрудникам отдела ГИБДД Малокарачаевского района, был открыт огонь из автоматического оружия. В результате завязавшейся перестрелки от полученных ранений на месте происшествия погиб один сотрудник полиции, двое других госпитализированы серьезными ранениями. Вскоре после этого появились и подозреваемые в этих нападениях. Их имена и фотографии появились на досках разыскиваемых в ориентировках полицейских и средствах массовой информации. Возглавлял банду Ислам Узденов. Ему было всего 20 лет. Было потому, что в ночь с 19 на 20 декабря в селе Учкикен он и двое его подчиненных, Мурат Батчаев и Руслан Каитов, были уничтожены в результате спецоперации. Месяцем ранее, 23 ноября, силовики провели аналогичную операцию в Черкесске. Тогда в жилом доме на улице Шевцовой были блокированы еще два члена группы Ислама Узденова – Руслан Байрамкулов и Кономат Сарыев. В ходе ожесточенной перестрелки один из боевиков был ранен и впоследствии задержан, второй – убит. К тем членам бангруппы, которые на тот момент еще оставались живы и на свободе, с просьбой проявить благоразумие и сдаться властям, обращались их близкие родственники на специально организованной для этого встрече с руководством республиканского МВД. Они, в конце концов, и ваши дети. Вы сейчас меня больше, чем увеку, тоже заинтересовались, чтобы они живые были. Ну, какое-нибудь определенное наказание по тому, что они совершили получать. Но они живые были. На сегодняшний день у них есть шансы. Пусть эти молодые ребята воспользуются этими шансами. Пусть они сядут, обдумают то, что случилось, то, что может случиться. Однако с повинной никто так и не явился. Среди разыскиваемых – Умар Байчоров. Он был найден в паре сотен метров от своего дома, в этом долгострое в селе Первомайское. И даже когда уже началась спецоперация, у него был шанс сохранить жизнь. Но переговоры зашли в тупик. Сдаться боевик отказался даже после уговоров своих же родных. Байчоров отстреливался из автомата до последнего – с 8 вечера до 3 ночи, затем еще несколько утренних часов. Он отстрелял очень большой боекомплект боеприпасов. В него, как вы видите по зданию, было произведено большое количество выстрелов. За счет того, что здание имеет множество комнат, большая толщина всех перекрытий, которые имеются в здании, его не могли поймать на одном месте. Он перемещался с первого на второе и на чердачное помещение. Кроме того, силовиков ограничивало в действиях близость других жилых домов. Поэтому старались стрелять точечно и минимизировать применение тяжелых боеприпасов. Тем не менее, постройка, где укрывался боевик, серьезно пострадала. И не только в ходе самого боя. Вот это большое повреждение, которое вывалено на стена, это было уже после того, как он был убит. Внизу был обнаружен боеприпас, не взорвавшийся. Была закладка сделана, и его вынуждено взорвали там. Поэтому вот это повреждение произошло. Саперы уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы. Тем временем, с верхнего этажа дома снимают останки уничтоженного боевика. Назад, 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 все, все назад. Жители села, которые были заранее эвакуированы, и сотрудники правоохранительных органов в ходе перестрелки не пострадали. Оборванную линию электропередачи оперативно починили техники. Спецоперация, говорят силовики, прошла практически идеально. Однако сотрудники правоохранительных органов не совсем удовлетворены. Был расчет на то, что вместе с Байчоровым в доме окажутся еще два разыскиваемых бандита. Но эти люди все еще на свободе. Руслан Альботов при содействии Пятого канала и пресс-службы МВД Покочевер.